Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Вдали от города и я Нина Коновалова. Сегодня мы с вами приготовим сочную пикантную буженину без запекания. Это необычный рецепт. Блюдо готовится всего лишь один час. Прекрасно подходит для застолья, для праздничного стола, но и для обычного обеда, ужина или бутерброда. Итак, приступим к приготовлению. В первую очередь займемся приготовлением соуса, которым будет смазано обильное наше мясо. Для этого потребуется небольшое количество майонеза, немного черного молотого перца, соли также немного, буквально на килограмм пол чайной ложки. Вы можете использовать разные приправы, но я буду использовать зиру, две щепотки, щепотку приправы карри и итальянские травы. Это могут быть прованские травы, не важно. Все сюда добавляем. Теперь берете один большой лавровый лист или два небольших, маленьких, среднего, ломаете все и отправляете сюда. И зубчик чеснока. Выдавливаете через чеснокодавку. Нам вообще потребуется два зубчика чеснока, но один у нас отправится внутрь мяса. Все хорошо-хорошо перемешивайте. Этим соусом мы будем натирать наше мясо. Теперь берем кусочек свинины, я использую шейку, зубчик чеснока нарезаете дольками тонкими, делаете надрезы и вставляете туда чеснок. Старайтесь надрезы делать так, чтобы полностью не проколоть мясо. делаете надрезы по всему, значит, куску. В процессе приготовления чеснок может оттуда вылезти, не страшно. Главное, он снутри пропитает кусочек мяса. Вашу буженину. Теперь приготовленным соусом обильно натираем наш кусок свинины. С одной стороны натерли, сверху натерли, вернее, положили ровным слоем горчицу. Горчицу можно использовать любую, но если это у вас праздничное блюдо и будет подаваться на стол, то эстетичнее будет смотреться горчица в зернах. Переворачиваете кусок и с другой стороны точно так же натираете обильно приготовленным соусом. со всех сторон все равномерно делаете. И так же чайной ложечки достаточно на килограмм с этой стороны горчицы. Чтобы придать форму нашему куску, нам необходимо стянуть жгутом. У меня дома не оказалось в этот раз жгута. Я приготовила вот такие веревочки. Значит, продеваете и завязываете. Вы потом все это будете снимать, поэтому завязывайте туго на узел. Квостики срезаете. Вот здесь так же прям туго-туго завязываете. Так же хвостики срезаете. Продолжение следует... Берете целлофановый пакет и аккуратно помещаете в него приготовленное мясо. Обязательно отправьте туда остатки соуса. Завязывайте. Берете еще один пакет и отправляете туда. Опять завязываете. И третий пакет точно так же. В кастрюлю набираете воду. Помещаете эту буженину в кастрюлю и набираете воду. Приблизительно вот так. Ставите на огонь. Как только вода в кастрюле закипает, мы уменьшаем огонь до минимального. Накрываем крышкой и засекаем ровно час. Конечно, в это время нужно подходить, открывать крышку и смотреть количество воды. Если вода испаряется, то воду постепенно нужно доливать, чтобы мясо было все время покрыто. Прошел час. Мы достаем в миску пакет наш. Не надо спешить его открывать. Сначала сделайте разрез, чтобы выпустить пар. Почему я сказала, что час нужно готовить данное блюдо? Тут все зависит от веса. У меня кусок мяса был полкилограммовый, значит потребуется час. Если килограмм, то лучше всего два часа. Аромат, конечно, необыкновенный. Полученная подлива идеально подойдет для использования вторых блюд. Чтобы слить его аккуратненько, можно сделать дырку и аккуратненько спустить. Постарайтесь не обжечься. Вообще, такая буженина намного полезнее, нежели когда мы запекаем в духовке. Поскольку она пропаренная. Ну, а сами знаете, пропаренные блюда полезнее, чем жареные. Получается ароматное, жирное, хорошее подлива. Вот как ее много. Свинина была сочная в сочетании с майонезом и с приправами. Получилось. Вот я буду готовить, допустим, картошку, вермишель. И прекрасно подойдет вот эта подливка. Снимаем пакеты. Сейчас я приготовлю другую тарелку. Чтобы было видно. Аккуратненько снимаем. Старайтесь не обжечься. Можно, конечно, дождаться полного остывания. И перекладываем в тарелку. Теперь аккуратно мы снимаем наши шнурочки. Видите, у нас получается внешне буженина, как магазинная, с перевязочками. Все аккуратно снимаем. Возьмите. Все аккуратно. Возьмите. Продолжение следует. посмотрите насколько получилось мягко мягкое мясо я вот прям кусочек видите не надрезаю она прям крошится блюдо поистине королевское режется ровно маленьким ножом это я вам показываю второй вариант ножа и если вы возьмете большой нож то можно также резать тонко вот пожалуй смотрите как получается внутри все пропеченное вот чесночок весь нет ни крови ничего часа достаточно для такого куска вообще конечно я вам рекомендую данное блюдо данный вид буженины готовите вместо привычной нам нами всеми колбасы можно прекрасно использовать для путербродов можно как подавать и как в качестве второго блюда к любому гарниру подлива у нас получается ну что я думаю что на рецепт вас устроит вам понравится готовится быстро мясо получается вкусное нежное трудного ничего в этом нету вот собственно говоря и все вот и все дорогие друзья мы с вами приготовили приятную на вкус нежную и мягкую свинину виде буженины которая прекрасно подходит для бутербродов для подачи на праздничный стол и в качестве второго блюда для которого можно использовать любой гарнир надеюсь мой рецепт вам понравился вы будете им пользоваться всего доброго до свидания спасибо за субтитры за субтитры за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры за субтитры сделал DimaTorzok